Приветствую вас, Елена. Смотрите, отвечаю на ваш первый вопрос. Если люди относятся неуважительно в том районе, где живёшь, и ты не чувствуешь себя уверенно, есть ли смысл приезжать? Нет, потому что подобное восприятие себя не изменится в новом районе. Например, существуют объективно случаи, когда перемены среды действительно имеют место быть. То есть человек действительно может иметь такую среду, которая влияет на него негативно, и которая не позволяет человеку, например, совершить какие-то перемены в себе. В данном случае речь идёт, если говорить о среде, то в данном случае речь идёт о вашей маме, и о семье, которая, судя по всему, вас провоцирует, ну, или которая так или иначе мешает вам чувствовать себя свободно. И в этом смысле имеет определённую ценность ваш переезд от родителей, от семьи, но не из района. Потому что, как бы, людям, как правило, ну, не нужно неуважительно относиться к кому-либо. Если люди относятся неуважительно к вам, значит, у этого есть какие-то причины. В частности, это причина, которая заключается в вас. То есть это в том, как вы себя, например, репрезентуете, это то, как вы себя демонстрируете другим людям и так далее. То есть как вы себя ставите. Ну вот. И очень важно проследить вот это вот влияние среды. Если она действительно на вас влияет, то да, в таком случае переехать стоит. Если нет, то в таком случае не стоит. Потому что это будет вот такая трата времени, денег и сил. Ваше представление о себе не изменится. И где бы вы ни были, вы всё равно принесёте с собой все ваши проблемы. А дальше, живу с родителями, девочка, родители контролируют, личная жизнь не клеится. С работой тоже не везёт, поговорить не с кем. То есть здесь у вас наблюдается такой вот достаточно негативный настрой. А здесь у вас наблюдается достаточно депрессивная такая позиция, которая мне в целом видится весьма тревожной, но с которой можно и нужно работать, если у вас есть такое желание. То есть, например, почему вы живёте с родителями. А значит ли для вас что-то, что вы девушка? Родители контролируют? Хорошо, они контролируют. Как вы воспринимаете их контроль и, собственно, позволяете ли вы им себя контролировать? А личная жизнь не клеится. Что вы понимаете под личной жизнью? То есть, самая частая неточность в определении личной жизни заключается в том, что личная жизнь – это жизнь, связанная с любовным партнёром. На самом деле, это не так. Личная жизнь. Она на то и личная, что касается только вас. А значит, личная жизнь – это то, что вы занимаетесь своими личными интересами, с тем, что интересно вам. И уже на основании этого встречаете людей, которые, разделяя с вами определённые интересы, двигаются вместе с вами же по жизни. То есть, здесь я понимаю, в каком контексте, в каком ключе вы говорите, что у вас не клеится личная жизнь, но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на данный аспект, просто потому, что это очень важный момент. Личная жизнь не клеится, потому что вы, скорее всего, не занимаетесь тем, что вам интересно. Личная жизнь не клеится, скорее всего, потому что вы не продвигаете свои интересы, вы не отстаиваете свои интересы, а как же в таком случае личной жизни клеится? Пусть потом вы понимаете. То есть, это вот такой момент, на который я хотел бы обратить ваше самое пристальное внимание. Тоже касается и того, что вам не с кем поговорить. То есть, опять же, если я правильно вас понимаю, то данное выражение, что мне не с кем поговорить, касается того, что у вас нет друзей. Но если у вас нет друзей, значит, опять же, с людьми вас ничего не связывает, но связывать с людьми могут общие интересы, общие дела и так далее. И вот мне говорят вопрос, а что же вам интересно? Вы пишите, что вам не везет с работой. Понимаете, какая штука? Это достаточно удобно, достаточно расслабляюще, но в то же время опасно позвиться, что мне не везет с чем-то. С точки зрения психологии, везение в чем-либо отсутствует. С точки зрения психологии, речь идет исключительно о том, что вы делаете и о том, что вы получаете в результате своей деятельности. То есть, если, как вы говорите, вам не ведется работать, значит, что-то, очевидно, вы делаете не так. И, значит, это нужно подкорректировать. Ведь вопрос заключается в том, готовы ли вы к этим примерам, готовы ли вы меняться, готовы ли вы менять что-то в себе. Вот. Понимаете, какая штука? Это необходимо исследовать. Обязательно. Дальше. Раньше была эллизия, что я особенная и лучше окружающих. Теперь вижу только что хуже. Елена, здесь ситуация связана с тем, что вы так или иначе сравниваете себя с другими людьми. А это является ключевым аспектом обесценивания себя. Если вы считаете, что вы лучшие, и что вы особенная, это иллюзия. Если вы считаете, что вы худшие других, это тоже иллюзия. Вы такая же, вы такая же, как все. Просто у вас есть своя индивидуальность, которую вам необходимо помочь раскрыть. Дальше. Как избавиться от иллюзий и невестительной провокации, особенно от матери? Ну, иллюзии вам, очевидно, совершенно что-то дают. то есть от иллюзий вы избегаете, от иллюзий вы, точнее, в иллюзии вы избегаете от реальных проблем. И, соответственно, здесь вот такой аспект, что иллюзии вам что-то дают. И, пожалуй, до тех пор, пока вы будете воспринимать иллюзии как что-то, что вам дает какой-то позитив, да, вы от них, от иллюзий, вы, скорее всего, не откажете. Потому что очень сложно, давайте будем честны, очень сложно отказаться от того, что несет какой-то позитив, да, объективно, очень сложно от этого отказаться. Вот. И потому, желательно, чтобы у вас все-таки был именно мотив это делать. Вот. Мотив, то есть понимание, то есть цель, то есть какой-то ориентир, скажем так. Вот. Если ориентира данного не будет, то ситуация, ну, будет складываться негативно. что касается провокаций, что касается провокаций, которые, вот, ваша мама устраивает, то здесь только вся именно в том, здесь вся достойкость именно в том, что вы на эти провокации реагируете почему-то. есть именно реакция ваша на провокации. То есть вас это, например, задевает, вас, например, напрягает, вас вызывают какие-то эмоции, провокации, мамы, мамы. и вот именно с эмоциями, именно с эмоциями, которые вызывают у вас провокация, и нужно работать. Знаете, вот примерно такой ответ вам можно дать. Примерно так я мог бы вам ответить. То есть у вас никакого волшебного рецепта нет, абсолютно, да, это просто работа с вами, просто проработка, проговаривание, просчитывание, отреагирование всех ваших эмоций, лучшее, более лучшее познание себя и своих желаний. Ну вот. Это то, что можно вам вам сказать. Ну, возможно, помощь в поиске смысла. То есть у вас, может быть, нет смысла, ну, смысла своей жизни. Вот. Нет каких-то таких четких ориентиров в жизни у вас возможно. Вот. Если так, то с этим тоже можно и нужно вам будет помочь. Вот. вот так. Вот так. Ну, опять же, здесь вы вот сами себя спросите, вот вы готовы что-то делать, чтобы менять? Вот. Потому что я видел, что вы были недовольны экспертами, там вы писали вопрос, правда, в разделе эзотерики, но все равно вы писали вопрос, что недовольны тем, как работают эксперты, вот, и, ну, воль-неволе встает вопрос одно, насколько вы готовы сами принимать какие-то усилия, шаги, что-то делать. Вот. Потому что работа с психологом это не перекладывание личной ответственности на психолога за вашу жизнь, а работа с психологом это работа с собственной ответственностью. Если вы ждете, допустим, от психологов каких-то решений, вот, то я боюсь, что психолог вам помочь не сможет, потому что мы решения не даем, ну, именно, вот, именно психологи решения не дают. Мы помогаем найти решения, да, вот, но мы не, мы не даем решения никаких, решений никаких, вот, поэтому здесь просто лучше сразу вот на берегу как бы все вопросы разрешить, да, заговориться, чтобы сразу было все понятно, вот, то есть, на что вы готовы, что может, что может дать вам психолог, и, соответственно, тогда уже решать, работать дальше или нет. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать их в личку, я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи.